Новый год уже на носу. Вот и журналисты холдинга «Бизнес Кейс», в который и входит в 8 канал, попытались окунуться в праздничное настроение. И для этого как нельзя лучше подошел формат проекта «Риа Владнюс. Попробуй на себе». На этот раз корреспондент информационного агентства Алексей Дорохов примерил на себя роль новогоднего аниматора. Для этого съемочная группа приехала на территорию ДВФУ, где как раз проходил не то праздник, не то утренник. Новогоднее мероприятие, посвященное, так скажем, заботе об инклюзивных детях, то есть в первую очередь мероприятие делалось для них. Инклюзивные дети, если вдруг кто-то не знает такого термина, это дети с некоторыми особенностями, с некоторыми моментами в их развитии. И организатором всего этого мероприятия была всем известная компания «Кока-Кола», то есть все это делалось под их патронажем. Все это мероприятие, которое состояло из нескольких разнообразных зон, на каждой из которых велась разная деятельность. В общем, все веселили, все прессали, все танцевали, всем было хорошо и весело. Мне поручили всем помогать, поэтому пойдем попробуем кому-нибудь помочь. Я был в костюме Деда Мороза, Санта-Клауса, если так уж говорить по-западному, именно в костюме того главного символа новогоднего, который все привыкли видеть. Специально для завершения образа я пошел на зону красоты, чтобы мне нарисовали такой красный нос, как будто я только пришел с Мороза. Сегодня я попробую на себе видеть не только роль аниматора в роли Деда Мороза, но еще и роль мейкап-модели. Ну, чтобы образ был более целостным. Еще, короче, есть небольшая проблема, с меня спадает борода. Задача моя, как Санта-Клауса, заключалась в том, чтобы общаться со всеми, кто находился вокруг, играть с этими самыми инклюзивными детьми, с кем-то сфотографироваться. То есть, в принципе, знаете, такая обыкновенная работа аниматора. У меня, наверное, был такой единственный вопрос ко всему мероприятию. Это то, что вот все зоны, которые составляли это мероприятие, они были как будто немного разрознены, были как будто бы сами в себе. Мне бы очень хотелось увидеть какое-то единое действие, которое могло бы там перетекать из музыкальной зоны в зону рукоделия, из рукоделия в зону фокусов, например. Просто люди вот так вот разобрались по всем зонам, занимались чем-то каждое своим. Я же увидел, наверное, что-то вроде, знаете, такой новогодней ярмарки, где есть много всего, но каждый делает что-то свое. И, знаете, как такая шумная дискотека. Была музыкальная зона, где стояла ударная установка, стояли клавиши, синтезаторы, была гитара. То есть там также любой желающий мог подойти, попробовать себя в музыке, что-то сыграть. Вот там я тоже попробовал себя, я немного поиграл на ударных, вспомнил вообще, как это делается. Мне даже понравилось. Ведущий в костюме рождественского олененка бегал с микрофоном, подначивал всех что-то делать, что-то танцевать. В общем, наводил такой конкретно прям движняк, скажем так. Ой, какой молодец! На мой взгляд, мероприятие несло в себе очень большую ценность именно с социальной точки зрения, потому что мероприятия, которые делаются для детей, в частности для инклюзивных детей, для особенных детей, это очень важно. И, в принципе, на мой взгляд, нельзя обходить стороной подобные пласты населения. И, на мой взгляд, именно в таком ключе мероприятие удалось. Евгений Черемухин, Алексей Дорохов, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.